Это Sky Radio и это Супер Драйв Тайм. Продолжается программа Супер Драйв Тайм. Мод был на дне, ну а Алексей Виноградов был в Нарве, но приехал к нам. Кто такой Алексей Виноградов, спросите вы. Расскажу, что это за человек. Буквально какое-то количество дней назад на Sky Radio проходила игра «Радиосеть» и главный приз это была поездка в Стокгольм на концерт группы Coldplay. Так вот, Алексей Виноградов из Нарвы, это тот человек, который выиграл главный приз. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, ну поздравляю вас. Спасибо еще раз. Меня уже много кто поздравил, но от вас это вдвойне приятно. А я же вам и звонила-то, я вас уже тогда еще успела поздравить. Вы рассказывали, что вас жена практически привязала к стулу и заставила звонить нон-стопом, пока не дозвонитесь. Меня она привязала просто потому, что ей надо было уйти. Так бы она была бы на этом телефоне, и она бы, наверное, дозвонилась. Но так получилось, что это оказался я. Да, вы потом говорили, что будете требовать жены благодарность. Вы добили своего? Ну, я так полагаю, что я до конца этого года как минимум буду получать ее ежедневно. Борщи кастрюлями просто. Да, да. Так, расскажите, в Стокгольм едете с супругой? Да, в Стокгольм мы едем с супругой. Это было как бы изначально решено еще до выигрыша и до вообще попытки позвонить первый раз даже. Алексей пришел к нам с дочкой. Дочку куда-то в добрые руки отдадите? Ну, дочка останется, наверное, со своими бабушками, дедушками. Ждать сувениров из Стокгольма? Обязательно. Так, расскажите, пожалуйста, вы говорили, что когда я вам звонила первый раз, когда мы, собственно говоря, и узнали, что вы стали победителем, вы говорили, что группа Coldplay это для вас пока темный лес. Вы уже отслушали, ознакомились с материалом? Ну, честно говоря, я поспрашивал, и некоторые люди действительно мне очень-очень завидуют, что сказали, это наикрутейшая просто группа, причем она не совсем из новых, а у нее есть уже и история, и я так понял, армия фанатов сложившаяся уже. Вы к ним присоединились, да? Я к ним, да, теперь я к ним присоединен. Так, и рассказывайте, как вообще жена отреагировала, когда вы ей позвонили и сказали, едем в Стокгольм, а она вам поверила, не поверила, как это случилось? Ну, во-первых, все получилось наоборот, я ей позвонил и сказал, что мне звонили, но я не успел взять трубку, и что, как бы, наверное, кто-то другой выиграл, значит, а мы, как бы, упустили этот шанс. Ну, потому что я всегда так шучу таким образом, что, как бы, чтобы потом очень сильно обрадоваться вдвойне, как бы. Вот, но она мне не поверила, что я не успел взять трубку, и она сказала, да, что ты мне обманываешь, ты на самом деле выиграл. Жена верит, видите, как вас, и не сомневается. Так, ну, и потом у вас была какая-то вечеринка дома? Ну, как бы не было, мы просто порадовались, и я думаю, что еще будет время отпраздновать это вместе с друзьями со своими, и порадоваться еще раз. А в Стокгольме бывали вообще? Ну, я был, да, а жена нет. То есть, вот это такой прямо дебют во многом, да, будет для вас? Да, это будет и совмещенная, и поездка на концерты, экскурсия, и просто побывать в другой стране, побывать в столице другой страны, это... И провести ночь на пароме, очень приятно, да. Очень здорово, да, ну и, да, об организации путешествия позаботился S-Travel. Я вас еще раз поздравляю, Алексей, отличной вам поездки желаю, и потом расскажете, как вообще дело прошло, и как вам Coldplay, хорошо? Хорошо, приглашаю, спасибо. Ну, а программа Супер Дрейв Тайм продолжается. На Sky Radio проходила игра «Радиосеть», главный приз, и это была поездка в Стокгольм на концерт группы Coldplay. Наш победитель, Алексей Виноградов из Нарвы, приехал получать подарки. Алексей получает два билета на концерт группы Coldplay. Концерт состоится 3 июля в Стокгольме. Ну, и Екатерина из S-Travel вручит сейчас билеты на паром и на проживание в гостинице. Да, поздравляем вас, Алексей. Спасибо вам. Желаю вам хорошего путешествия. Спасибо. И отличной вам поездки, и море впечатлений. Отдельно, спасибо.